Дело Николая Боголюбова Дело Николая Боголюбова очень показательное, и поэтому я уделяю такое большое внимание ему. Когда я начинал свое исследование по обвинениям, которые фактически выдвинуты не столько следствием, сколько экспертами, я не мог предполагать, с кем я столкнусь, с какой жизненной мировоззренческой установкой я столкнусь. И оказалось, что эта установка со стороны так называемых экспертов, это установка прежде всего тех, кто привержен коммунистическому мировоззрению, поэтому им крайне обидно, хотя их не спрашивает следствие о каких-то идеологических предпочтениях, но им действительно крайне обидно за резкие высказывания Николая Боголюбова в адрес коммунистов. Он называет их коммуняками, относит к так называемым жидо-большевикам, как он пишет в стилистике тех времен гражданской войны, такой термин использует. И здесь я вижу просто стремление к расправе над оппонентом, не столько стремление к установлению истины, этого в экспертизах даже не наблюдается, а стремление отомстить всеми возможными средствами, всеми возможными силами. Я еще раз хотел бы, прежде чем завершающую часть своего исследования огласить, которое уже вполне конкретно относится к экспертам, которые свою лепту якобы внесли, кто-то за них, может, внес. Я вполне предполагаю, что все эти тексты были написаны одним и тем же лицом, а эксперты просто подмахнули. Или просто в определенную постографку вписали несколько предложений от себя. А вообще чувствуется, что это схема такая. То есть, во-первых, это ориентир на коммунистическое мировоззрение, во-вторых, это ориентир на иудаизм, потому что все термины, которые оспариваются или трактуются каким-то образом, и присутствуют в сочинениях Николая Боголюбова, они все трактуются только на основе иудаизма. Никак по-другому, никакого христианского мировоззрения, православной традиции, даже русской традиции, словопотребления эксперты не признают. Я приведу несколько примеров, прежде чем огласить заключительную часть своего исследования, которое стало значительным. Действительно, для меня это было открытие, которое постепенно сложилось. Вот я увидел, как эксперты заряжены не на то, чтобы осудить какие-то, может быть, неудачные обороты Николая Боголюбова в адрес кого-либо, а именно для того, чтобы пресечь его деятельность. Все эти экспертизы предназначены для того, чтобы пресечь его деятельность. Вот он выпускает поэтические сборники, этих сборников быть не должно. Так убеждены, в этом убеждены эксперты. Ну, следователь здесь играет весьма второстепенную роль, только как некая процедурная функция от него исходит больше ничего. Ну, естественно, что начальство заряжает его, вот этого следователя, для того, чтобы экспертные заключения были оформлены, потом были переданы в суд, а суд принял решение, которое пресекает деятельность Николая Боголюбова. Больше никаких целей эти экспертизы не ставят. Вот я приведу одно из стихотворений, которое, конечно, вызывает раздражение у экспертов, в силу того, что они пользуются только своими трактовками. Вот смотрите. Здесь, конечно, для человека иудейского мировоззрения, или который просто хочет пресечь православную поэзию, бросается в глаза иудейский мрак. Ну, для тех, кто знаком с Писанием, со священным Писанием, известно, что такое иудейский мрак. Это египетская тьма, которая зафиксирована в этой летописи Ветхого Завета в момент выхода Моисея вместе с евреями из Вавилонского плена. И это образный ряд. Вот действительно мы живем как будто в этой египетской тьме. Поэт пишет иудейский мрак. Естественно, что эксперт будет переводить это так. Ну, иудейский мрак – это что-то такое вот негативное отношение к иудеям. Для православного человека негативное отношение к иудаизму – это дело естественное вполне. Но в данном случае это просто, как вот иногда называют, аллюзия. То есть некий намек. Намек на то, что мы живем действительно в иудейском мраке, погрузились вот в эту тьму, где человек человеку волк, человек человеку враг. Не брат, а враг. И поэтому торжествует бесовский полк. Второе, что бросается в глаза тем, кто, естественно, как-то ассоциирует себя с этим режимом – это Мендель с Мутиным держат строй. Есть такая байка, можно сказать, что Мендель – это настоящая фамилия Дмитрия Медведева, когда он был президентом. Это в догадках бродило по сетям интернета. Но, естественно, что об этом не пишет поэт. Можно предполагать, что он имеет в виду некий обобщенный образ, то есть некую подделку. Также, когда он применяет Мендель с Мутиным, Мутин как-то рифмуется с Путиным, а созвучие есть какое-то. Но он не пишет «Медведев с Путиным держат строй». И тогда было бы более-менее все ясно, о ком идет речь. Здесь идет некое обобщение. Конечно, негативное отношение к неправославному или антиправославному политическому режиму здесь просматривается. Но здесь нет непосредственного обращения. Здесь опять некая аллюзия, то есть некий намек на ту действующую власть, которая погрузила нас, вот этот иудейский мрак, в египетскую тьму. Наконец, что здесь еще? Да взойдет заре Холокост, беспощадный ко всем соплям. Ну, может быть, здесь я бы сказал, что не очень удачно про сопли какие-то там и так далее. И это немножко так принижает поэзию, но в поэзии сниженные формы, они тоже употребляются, как и возвышенные. Как бы здесь сочетание высокого и низкого. Да взойдет заре Холокост, беспощадный ко всем соплям. То есть речь идет о неком восходе. Что такое взойдет Холокост? Ну, это как всходит солнце. Всходит солнце, Холокост, все сожжения. То есть такой вот образ солнца, сжигающий всю эту нечисть, которую чувствует и переживает вот это состояние, униженное состояние своей родины, своей страны, парит. Поэтому здесь речь идет, конечно, не о каких-то там евреях, которых там вот Холокост, это якобы только связано с евреями. Нет, Холокост это всесожжение. Это термин древнегреческий, известный, это ритуал всесожжения. Жертвенный ритуал с древнейших времен к евреям никакого отношения не имеет. Хотя они тоже, возможно, подобные ритуалы какие-то применяют, но я об этом ничего не знаю. В данном случае речь идет о восходе солнца, которое будет беспощадно полить вот этот иудейский мрак. То есть здесь есть противопоставление иудейского мрака и вот этого сжигающего, этот мрак солнца. Очевидно, речь идет именно об этом. С одной стороны, здесь современность, потому что речь идет о Кремле, о Менделе с Мутиным и так далее. А с другой стороны, используется древняя символика, древние образы, библейские образы. Здесь, конечно, ничего нет из того, что можно было бы назвать возбуждением, вражды, ненависти, призывами кого-то уничтожать и так далее. Есть сложный образный ряд, который нужно прочувствовать. И тот, кто добронравно относится к этим текстам, он понимает, о чем идет речь. Противопоставление иудейского мрака в заре Холокоста. Все понятно, все разумно и в рамках не только литературной нормы, но и в рамках нравственной позиции. Что, конечно, не могут переживать равнодушно люди, которые к ценностной системе Николая Боголюбова и всех православных людей относятся негативно. А именно таковы эксперты. И мы это видим, видели, когда обсуждали обобщающие материалы, то есть то, что есть в каждой экспертизе. И увидим то, что касается конкретных экспертиз, связанных с экспертизой конкретных пар, лингвист-психолог. Кстати, хотел сказать, что психологи занимаются вообще-то не своим делом. Вот у меня в руках книга, можно сказать, классика психологии Карла Густава Юнга «Ответ Иову». Здесь он как раз рассматривает религиозные ритуалы и пытается их как-то исследовать методами психологии. Но при этом он пишет, внимание, «Реальности веры выходят за рамки психологии». «Реальности веры выходят за рамки психологии». Поэтому, когда психологи берутся за анализ текстов, насыщенных религиозной символикой, они лезут не в свою область. Вот что я и хотел сказать экспертам. Вот текст, который вызвал крайне негативную реакцию. Он относится непосредственно к сегодняшнему дню. И тут он снабжен такой картинкой. Путин со Сталином ручкаются рядом с портретом Ленина. Тут такой герб, какая-то смесь двуглавого орла с гербом СССР. И вокруг роятся со стороны Сталина коммунистические вожди. Кроме того, Ельцин, Михалков, Шахрай, Горбачев. И с другой стороны, там, где Путин, тут Жириновский, Кобзон, там еще какие-то персонажи узнаваемые. Вот такая картинка, не знаю, кто ее нарисовал, но, по крайней мере, вот такая ассоциация, что весь 20 век, от Сталина, от Ленина, точнее, до Путина, и вот уже часть 21 века, это все одни и те же персонажи, которые друг другу с большим удовольствием передают власть, ну, а нам рассказывают, что какие-то революции тут происходят. Путин, Мутин, Ртутин, Жутин и парад иных химер, это, братцы, дьявол шутит на просторах СССР. Мир насыщен дураками, рвет остатки старых жил, бесы платят черепками тех, кто им всю жизнь служил. Обернулась грязью слякоть, грянет дикий самосуд, когда зрелища иссякнут, когда хлеба не дадут. Как запляшет дым на лицах, так прославятся больней псевдо-националисты интернетовских сетей. Демон знает толк в искусстве и антихристов режим, станет самым супер-русским православным и святым. Под таким солидным брендом можно смачно жаровать, и направо, и налево раздавая благодать. Обезумевшим уродам все до фени, все сойдет, что им рабство, что свобода, хоть Пурим, хоть Новый год. Ненавижу эту жижу, перепревшее гнилье. Посмотри, как пламя лижет в тени гаснущих краев. Человек гнилой по сути, тьма берет с тебя пример. Коллективный дьявол шутит на просторах СССР. Вот такое стихотворение. Оно действительно о темных днях России, сегодняшнем дне, сегодняшний день. По динамике стиха мне чудится какое-то сходство со стихами Блока. Это действительно парад химеры и жуткое, конечно, состояние и вонь вот этой перепревшего гнилья, в котором мы живем. Все это так. Но что беспокоит экспертов? Им страшно, обидно за начальство. Путин, мутин, ртутин, жутин. А что, вот эти через запятую термины с маленькой буквы написаны, что тут что написано? Путин, это мутин, это ртутин, это жутин. Нет, здесь этого не написано. Здесь написано через запятую. Путин, есть Путин. Пусть это конкретный Путин, президент Российской Федерации. Или человек, который так себя называет. И его так некоторые называют. А потом идет мутин, ртутин, жутин. Вот есть в этом некая загадка, о чем говорит поэт. Но об этой загадке можно спросить у поэта. А поэт может отвести в сторону глаза и сказать, что да он сам, в общем-то, не вполне понимает, что о чем он здесь написал. Это некое ощущение, эмоциональное переживание. Да, Путин включается в ряд неких таких образов. Мутин, ртутин, жутин. Но вот что за этим рядом стоит и что он означает, это все-таки некая загадка. Загадка для самого поэта, может быть, и тем более загадка для читателя. Он чувствует, что это все в параде химер. Вот эти все образы, они находятся в том параде химер, о котором пишет поэт. Что здесь еще как-то возбуждает эксперта? Что хоть Пурим, хоть Новый год. Вот упоминание Пурима, конечно, тут как-то напрягает эксперта, который за свой Пурим готов сражаться, драться. И вот Пурим – это нечто священное, вы коснулись священного. Здесь, во-первых, Пурим с маленькой буквы написано, а потом речь идет про обезумевших уродов, которым хоть Пурим, хоть Новый год. Все равно, все равно, хоть Пурим, хоть Новый год. Что им радство, что свобода. Одно и то же. То есть отсутствие у неких обезумевших уродов способности различать. Им все до фени, все сойдет. Рабство и свободу они не умеют различать. И Пурим, и Новый год. Все, больше ничего. Никого это не затрагивает. Можно было написать хоть Рождество, хоть Новый год. Хоть Пасху, хоть Новый год. Но по ритмике здесь подошло Пурим. И здесь тоже ассоциация с неким негативом, который для православного человека исходит от символики иудаизма. Это все совершенно справедливо. И стихотворение написано блестящее. Оно действительно передает психологию человека, переживающие нынешние весьма неприятные, весьма трагические для русского народа и для всех православных людей времена. Простор великих зорь, страна богатырей, Какая злая хворь в душе болит твоей. Указами Кремля свистит бесовский бич, Батыева земля, духовный паралич. Распроданный погост, бедой зажат в тиски, Разодран, словно холст, на мертвые куски. Но так не может быть, да хоть и с кожи вон, Нельзя так просто сгнить, когда огонь зажжен. Зачем тогда в веках круженье зим и лет? Затем, что надо прах переплавлять в костет, Собраться всем в кулак и сжечь обратный мост. Мы знаем, кто наш враг, диагноз очень прост. Бесовский гнойный трест, пора рассечь крестом, Ковать железный крест молитвой и постом. Все ближе, все ясней, в огне священных слов, Страна богатырей под пеплом облаков. Здесь эксперта задевает железный крест. Они почему-то думают, что если железный крест, То это непременно награда в гитлеровской Германии. Ну и таким образом, раз тут упоминается железный крест, Значит, это прославление гитлеровской Германии, Значит, это экстремизм. Это, конечно, бред силы кобылы. Здесь говорится рассечь крестом, Гнойный трест, бесовский гнойный трест, рассечь крестом. Ну а чем рассекать-то, непонятно, палкой, что ли? Деревянным крестом. Поэтому говорится железный крест. Железный крест. Не в кавычках железный крест. Никакой орден здесь не подразумевается. Это совершенно очевидно. Но ведь экспертам самое главное Выполнить распоряжение начальства, Ну и удовлетворить своим совершенно бесовским, Действительно, я вот это увидел, Своим бесовским прихотям. Они ненавидят православие, Они ненавидят русских людей. Соответственно, способом выражения своей ненависти Они избрали обвинение поэта Николая Боголюбова В том, что он возбуждает рознь В отношении религиозных и национальных групп. В частности, они придумывают группу евреи и иудеи, Но если так здраво разделить, То якобы здесь присутствует в этой поэзии Ненависть к евреям, ненависть к иудеям И прославление германского нацизма, Может быть итальянского фашизма, Не знаю, но слово фашизм они тоже используют Совершенно неадекватно, Но тем не менее, есть нечто запретное, Что запрещено нашим законодательством. Эксперты пытаются это найти. В совершенно прекрасных стихах, Которые используют образный ряд Как близкие душе русского человека, Который пробуждает их архетипы И их восстанавливает национальное самосознание. Вот это то, что враги нашего Отечества, Враги русского народа не могут пережить. Они с ненавистью, поэтому и относятся К всякой русской поэзии. Потому что поэзия пробуждает национальные архетипы, Восстанавливает понимание человеком Своей родовой, своей религиозной принадлежности. Ну и восстанавливает самость нашей страны, Которая от века православная, от века русская. Вот это им ненавистно. Они не хотят, чтобы наша страна была Русской православной страной, Такой, как она была тысячу лет нашей истории. Со всеми ее трагедиями и триумфами. Ну а теперь подробнее о том, Что там понаписали эксперты. Каждая пара экспертов, Лингвист и психолог, В своих экспертов заключениях На четыре книги Николая Боголюбова. Теперь рассмотрим экспертижу Уже более предметно, Связанную с конкретными выражениями И с конкретными экспертами. Как они все это делают? Хотя делают они все, Как будто писал один и тот же человек. Все абсолютно идентично. И разница между четырьмя экспертизами Содержится только в небольшой части текста, Когда они приводят цитаты Из конкретных произведений. В остальном, это все полностью идентичные тексты. Все подводки, все выводы, Все абсолютно идентично. Что говорит? Действует по шаблону. Вот шаблон из пятнадцати страниц. Из них пять страниц. Это выдержки из сочинений И комментарии к ним. Эксперты Богатого Петрова Из предварительных фрагментов, Открывающих текст книги Николая Боголюбова, Выделяют только одно. Борьбу с евреями. Хотя в анализируемой книге «Заря близка» Авторский текст предваряется тремя фрагментами. Эксперты не анализируют эти фрагменты И не соотносят их с текстом Поэтических произведений Боголюбова, Но вычленяют из них два мотива. Жидовские заклятия, Трактуемые как указание исключительно на евреев, И символизм борьбы. Цитата из высказывания генерала Врангеля. Между текстом, содержащим слова «Жидовские заклятия», Неизвестный автор гимна русских националистов, И вторым текстом, относимым к генералу Врангелю, Не усматривается никакой связи. По моему мнению, разумеется, Эксперты произвольно связывают Два разнородных текста, Настаивая на том, что генерал Врангель Имел в виду именно борьбу с евреями. Из третьего фрагмента вычленяется И произвольно подшивается к предыдущим фрагментам Сакрализация указанной борьбы. Хотя авторам книги Приводится только строка из священного писания О разрушении дел дьявола, сыном Божиим. Это произвольное соединение Трех разнородных текстов И создание на их основе Собственного смыслового поля Заводит экспертов в тупик И создает ложное представление о книге автора. В то же время эксперты, противоречив себе, Указывают на религиозный смысл слова «жиды», Который таким образом не связан с евреями, А только с врагами той веры, Которую исповедует автор, То есть поэт Николай Боголюбов. Совершенно ничем не обоснованы Утверждения экспертов Богатого и Петровой О том, что лирика автора Связана исключительно с современностью. Признаки современности присутствуют, В этом нет сомнения, Но налицо ориентиры на исторически удаленные времена, Времена революции, Гражданской войны, Великой Отечественной войны, А также на более ранние, Даже легендарные времена. Эксперты предпочитают этого не замечать, Просто пропускать соответствующие фрагменты текстов, Собирая лишь коллекцию цитат для своих целей. Дикие представления экспертов о поэзии Вливаются в утверждение, Что целостность сборника стихов Определяется тем, Что они изданы под одной обложкой. И по этой причине занимаются исследования текстов в совокупности, Что прямо противоречит методике исследования литературных произведений. Вместо изучения таких произведений, По совокупности произвольно подбираются слова автора, Вырванные из контекста. Эксперты формируют при этом Собственный контекст, отсутствующий у автора, И приписывают его сплошняком всем вообще произведениям в сборнике. Между тем, даже поверхностное чтение сборника показывает, Что в нем есть совершенно разнородные произведения, В том числе и те, которые эксперты не цитируют. Тем не менее, по совокупности, Они самостоятельно, Изобретенным ими контекстом, Замазывают и эти стихотворения. Эксперт Петрова пишет, Некоторые стихотворные тексты, Взятые в отдельности, Не содержат установленных выше признаков Возбуждения, унижения, пропаганды и прочее. Однако, будучи частью сборника, Они также проявляют мировоззрение автора. Слово также означает, что и эти произведения Эксперт подводит под общую базу Антиеврейскую и антиюдейскую. Это, разумеется, недопустимый произвол. Эксперт даже не утруждает себя Выделением тех произведений, Где нет этого самого выдуманного Самим экспертом мировоззрения. Не показывает их долю, Их значение для сборника в целом, Что прямо свидетельствует о заданности Обвинительных выводов еще до начала исследования. Эксперт Петрова, Пересказывая предисловие автора сборника, Представляет свои домыслы о нем, Не имеющие никакого отношения к делу. В целом, алармистский характер предисловия Это лишь настроение автора, Который не дает эксперту никакого повода, Чтобы этим определять направление Вообще всех поэтических сочинений и сборник. При этом эксперт находится Вне контекста соответствующих знаний. Например, не представляет себе значения Слова «раса», Которое употребляется автором. Эксперт думает, что знает об этом термине все, А потому полагает, что в данном случае Имеется отсылка к физической антропологии. Расовые отбросы написаны у Николая Боголюбова, Но эксперт думает, что речь идет О каких-то антропологических темах. В то же время, европейская мысль, А также русская мысль, Никогда не сводили термин «раса» к антропологии. Самые выдающиеся умы Освальд Шпенглер, Карл Шмидт, Макс Вебер и другие Использовали этот термин более в культурном плане, То есть в плане культурной антропологии. Эксперт демонстрирует полную несостоятельность В понимании символизма, полагая, Что гомотический крест – это трехлучевая свастика, Символ нацистской Германии. Петрова «гомотический крест» означает свастику, Следовательно, в контексте книги Речь идет об идеологии фашизма. Ну, то есть, где бы ни увидела свастику, Госпожа Петрова, она везде думает, Что это все фашизм. В Индию приедет, увидит свастику, Скажет «фашизм». Ну, вот такая глупость. Это совершенно не вяжется со смыслом термина «гомотический крест». Крест составленный из греческой буквы «гамма», В виде буквы «г» таким уголком, А может быть и скошенным уголком. Такой крест можно составить из любого числа «гамм» От двух и более. И это могут быть весьма причудливые кресты. Примечательно, что эксперт связывает свастику с фашизмом, Но не с нацизмом, Хотя признаки фашизма, Если речь идет о конкретных фашистских государствах Или организациях совершенно другие, У них могут быть совершенно другие символы, Но та же политика. В современной политической лексике Слово «фашизм» относится К весьма широкому кругу явлений. Фашизмом называют политический курс Некоторых государств чаще всего в США, Ну, по крайней мере, в российской публицистике Чаще всего США и Израиль. Деятельность этнократических группировок, Поведение отдельных лиц. Эксперт всего этого не знает, В силу низкой квалификации И недостаточного знакомства С современной политической публицистикой. Бранная лексика, Использованная автором в некоторых Небольшом числе произведений, Расценивается экспертом исключительно Как направленная против евреев и иудеев. Только потому, что эксперт Произвольно трактует Использование бранных оборотов Так, как ему вздумается. Ему не вдомек, что брань Может переноситься на разные объекты. Поэтому у эксперта Что это совершенно не соответствует действительности, Ясно из невежественного представления эксперта О том, что евреи равно иудеи. И что брань всегда направлена На словарно предполагаемый объект. Понятно, что может быть перенесение. Эксперт совершенно произвольно Трактует слова азиатская жуть Как направленная против нерусских, Включая евреев. С какой стати делается Такое ему заключение, непонятно. С такой же последовательностью Невежественный эксперт Трактует бранное Извините, Гавнистан Как обобщение названий Стран Таджикистан, Узбекистан и так далее. Произвол этого суждения очевиден, Но он не подкреплен Никакими соображениями Кроме сходности слов по окончанию. Вот такой уровень экспертизы Эксперт голословно выносит свой вердикт С стихотворению прервать ритуал Видимо, считая, что кровь младенцев Это непременный атрибут ритуала Принятого в иудейских и еврейских общинах При этом единственное слово Которое хоть чем-то напоминает Иудейское расповедание В данном стихотворении Является слово Талмуд Написанное со строчной буквы Может означать вовсе не Талмуд Священную книгу иудеев А просто книгу Эксперт возможности такой трактовки не замечает А поэтому совершенно превратно искажает смысл поэтического произведения Если убрать из цитат приведенных экспертов Все слова, которые они произвольно относят к евреям и иудеям То от экспертизы почти ничего не остается В остатке будут лишь несколько фраз, отражающих негативное отношение автора к иудаизму Что для него, как православного человека, является обязательным и выражает свободу его религиозных воззрений Останется праве черти евреи Ясно, что евреи не черти уже из самого этого высказывания Раздави иудейскую моль Отношение к иудаизму как к вредителю в отношении православного христианства Попрать и Пурим и Хануку С маленькой буквы переносное значение В религиозном плане торжество православия над иудаизмом Эксперт-лингвист торгается не в свое дело Пытается разглядеть нацистскую свастику в иллюстрациях книги Оказывается, лингвист способен различить знак до степени смешения, сходной с нацистским И никак не соотносит изображение, которое приложено к тексту, самим текстом То же касается и нацистского приветствия до степени смешения, сходного с нацистским Подобные жесты имеют место со стороны глав многих государств Или артистов, приветствующих многочисленных поклонников Лингвист по отдельной фотографии сразу все понял Как это бывает у исследователей уровня коммунальной кухни Эксперт-психолог Богатова открывает свой анализ с обширной цитатой из Боголюбова И ничем не обоснованным выводом о том, что его произведение в сборнике «Заря близка» Отражает межгрупповый конфликт с национальным, религиозным и идеологическим компонентом При этом, с одной стороны, такого конфликта Богатова видит русских православных С другой – иудеев и евреев Что для нее одно и то же, а также не русских Идеологическое противоречие эксперт очерчивает лишь с одной стороны – коммунисты Откуда психологу известно о содержании и мыслях религиозных и межэтнических Правильный термин Идеологических конфликтов Ниоткуда в соответствующей квалификации эксперт не имеет и не демонстрирует познаний в этих областях Как все остальные эксперты, Богатова тоже осуществляет евреев и иудеев Применяет написание евреи, касая черта иудеи, без каких-либо доказательств Объявляет, что это враги автора Не имея никаких исходных посылок, эксперт пишет нелепицу К евреям и иудеям выражено презрительное отношение В том числе посредством глумления над трагическими событиями массовым уничтожением евреев Сгорая жги Что в совокупности с использованием презрительных номинаций указывает на представление авторам евреев и иудеев Как группы лиц, недостойных нормального отношения Их статуса как низкого, что направлено на эмоциональное убеждение адресата В необходимости презрительного отношения к указанной группе лиц Эксперт, не обладая необходимыми знаниями в области этнологии и религиоведения, а также социологии Произвольно формирует некую группу евреев и иудеев А потом без всяких оснований приписывает автору свои произвольные домыслы Никакой группы по совокупности национальных и религиозных признаков не существует и не может существовать в столь обобщенной форме Могут быть евреи иудейского вероисповедания, могут быть иудеи еврейского происхождения А группа евреев и иудеев не существует и никогда не существовала Эксперт даже не в состоянии понять, что сгорая жги означает одновременно две роли Страдательную сгорая и причиняющую страдания жги Сгорающий жжет, одновременно жжет и сгорает Эксперт-психолог, судя по всему, не в ладах с русским языком, если не видит прямого значения, вырванной им из текста цитаты У эксперта-психолога мы не видим никаких признаков психологического анализа Эксперт Богатого фактически повторяет лингвистический анализ, никак не подкрепляя его даже психологическими терминами Исследования Богатого больше похожи на сочинения ученика средней школы, где каждый абзац содержит несколько цитат и приговор Без какого-либо анализа, без какого-либо обоснования Все заблуждения лингвиста Петровой в полной мере присутствуют и у психолога Богатого В синтезирующей части мы не видим никакого синтеза, никакого соединения лингвистических выводов с психологическими Это просто сокращенный пересказ двух фрагментов экспертизы, которые не выявляют профессиональной подготовленности ни эксперта-лингвиста, ни эксперта-психолога При этом используется прямое сокращение и исключение из прежних текстов некоторых фраз Такой подход невозможно назвать синтезом Мы видим в целом, что эксперты не занимаются поиском ответов на поставленные вопросы А говорят на сборнике стихов вообще, как будто для всех вопросов следователя Имеется одни и те же обоснования, и между вопросами нет никакой разницы Это свидетельствует об отсутствии у экспертов методологические основы для проведения своей работы, а также знаний, которые необходимы для нагруженного символами и смыслами поэтического текста Соответственно, сами ответы на вопросы не имеют никакого значения и не подлежат анализу, поскольку просто копируют отдельные фразы из предшествующего текста экспертизы Экспертиза сборника «Пламя русской судьбы» Эксперты Лещова-Сафонова текстуально использовали огромные фрагменты, подчеркнутые из общего источника И целиком повторяющие все нелепости других экспертных заключений Включая значения слов и словарей, без изучения контекста, включая абсурдные представления о целостности сборника Включая объявления неких предварительных текстов эпиграфами, отражающими смысл всего сборника и так далее Весь набор абсурда полностью идентичен абсурду, представленному в других парах лингвист-психолог, работающих над экспертизами по другим сборникам Здесь наблюдается то, чего нет в других экспертизах, отчетливая враждебность к черносотенцам К которым эксперты относят Боголюбова уже за то, что он цитирует один из документов Совета Русского Народа от октября 1915 года Само слово «черносотнец» вызывает у экспертов негативное восприятие Они как будто ловят автора на слове Они цитируют нечто, родившееся в ужасной черносотенной монархической организации Этой ненавистью к автору пронизано все сочинение экспертов Возможно, именно эти два эксперта, в особенности Сафонова, как наиболее опытные всей группы экспертов, задали определенный стандарт исследования, превратившееся в клеветническое обвинение поэта Боголюбова Весьма нелепо выглядит увлечение поэта в том, что он выступает от имени русских, приводятся всего две цитаты Также поэт может выступать от себя лично, от какой-либо воображаемой или реальной группы, даже от всего мироздания Подобный поэтический прием вовсе не означает, что эксперт вправе приписывать поэту выступление исключительно от одной группы, как будто поэзия является собой политический манифест Похоже, эксперты спутали литературу с политикой и художественное воображение с политической декларацией Следует предположить, что эксперты невольно превратили свою деятельность также в политическую декларацию, закамуфлировав ее под научное исследование Анализируя предисловие к сборнику стихов А. Кузнецова, возможно, православного священника Эксперт Сафонова обнаруживает полное непонимание текста, с которым имеет дело И заданность своих выводов заранее сформированными установками на борьбу с экстремизмом То есть со всем, что эксперту Сафоновой предлагается в качестве экстремизма ее начальством по ГБУ МИЦ и следственными органами Сафонова, не имея необходимых знаний в области этнологии и религиоведения По своему усмотрению, сформировала группу евреев и иудеев, приписала именно этой группе используемые Кузнецовым слова Картавы и общечеловеки, враги божьи, богоборцы, приверженцы лжеправославной церкви, сатанисты, шабезгои Оказывается, Картавы определяют евреев как национальную группу Это открытие эксперта должно быть внесено в каталог наиболее абсурдных суждений Оказывается, у евреев есть особенности произношения Это утверждает эксперт, борец с экстремизмом Эксперт Сафонова ставит в один ряд набор религиозных терминов Обычных для православного мировоззрения, который не может не относиться к иудаизму негативно Как и к шабезгоям, людям из числа не иудеев, обслуживающих иудеев в определенных ритуалах Обычную для религиозного человека риторику эксперт-лингвист подает вне ее контекста Как произвольно декларированный текст, где не положено быть никакого негативного отношения к кому-либо В данном случае к некой непонятной и несуществующей группе евреев и иудеев Это говорит о том, что эксперт находится вне контекста, а потому не может адекватно воспринимать то, что читает Верующие Кузнецов и Боголюбов говорят об одном, а эксперт Сафонова совершенно о другом И это определяет провал экспертизы по стереотипному воспроизведению всех экспертиз по сборникам Боголюбова Далее эксперт просто цитирует некие строки из стихотворения и поясняет их на уровне своего понимания Здесь Боголюбов перекликает с пушкинским пророком, здесь ощущает себя русским человеком, здесь пишет о поруганной родине, тут презирает уродов Эксперт тут же подменяет смысл, якобы автор имеет в виду современников россиян Подбираются цитаты из разных произведений и ни одно произведение не подвергает целостному анализу Какое все это имеет отношение к вопросам, поставленным перед экспертом? Никакого Это просто констатация фактов, там то-то написано, тут то-то написано, вот и все, это не анализ Ничего не поняв в словах о лжецеркви, даже не зная о чем вообще идет речь, эксперт объявляет, что Здесь сформировался образ врага, эксперт пишет без кавычек, что свидетельствует о том, что понимания данного термина у него отсутствует Второй образ врага это коммунисты, две цитаты, два слова О чем пишет эксперт? О своих фобиях? Анализа снова никакого Следующий образ врага современной власти, Путин, Медведев, ФСБ, прокуратура Доказательства Одна цитата о гэбне кровавой И эксперт пропускает необходимость сказать, что гэбня это КГБ Причем тут современные власти, если КГБ уже четверть века как не существует Другая цитата Менты, прокуроры и прочая грязь Затем Путин, Мутин, Ртутин, Жутин О чем пишет поэт? Автор экспертизы не знает, он лишь чувствует, что это не толерантно по отношению к начальству Какое это имеет отношение к поставленным перед экспертом вопросам? Никакого получается не экспертиза, а заметки для ублажения личных комплексов и ближайшего начальства Эксперт берется переводить с поэтического языка на свой бюрократический Слово мутин, жутин Все это, как считает эксперт, в поэзии Боголюбова выражает дьявольское начало Весь вывод делается на основании двух слов, увы, настолько непритязательные запросы эксперта к уровню своей аргументации Указанные экспертом образы врага скорее отражают личность эксперта, чем служат лингвистическому анализу текста для подготовки выводов, важных для следствия Эксперту обидно за Путина, который жутен, обидно за кровавую гибню, под которую он понимает ФСБ Обидно за ментов и прокуроров, а также за придуманную экспертом группу евреи и иудеи, которая якобы противопоставляется по этом группе русской православной Глубина вздорности подобного анализа переходит все пределы Обсуждая тему евреи и иудеи, эксперт Сафонова просто приводит цитаты, полагая, что они не требуют анализа За цитатами констатация того, что все эти цитаты выражают презрительное отношение к этой фиктивной группе В действительности поэзия не декларация, только весьма черствый к этическому языку человек может не заметить иронии в картинке, рисуемой Боголюбовым Когда вокруг облом садом Пурим и цадики катаются на гоях Это театр абсурда, в котором поэт превращается в святого, растиста, экстремиста, жидобоя Именно таким поэта как раз и делает экспертиза совершенно чуждая к тонкостям переживаний действительности и стихотворной формы ее отражения Эксперт делает вид, что все цитаты прозрачные, но, к примеру, что такое «криминал растит еврея» Скорее всего, это неудачный образ, смысл которого может быть скрыт даже от автора А эксперт считает, что здесь всем все ясно Потоком идут цитаты, которые эксперт не обсуждает и только вдруг обнаруживает, что автор стихов сближает себя с Гитлером Как будто упоминание Гитлера – это повод к такому умозаключению Что бы тогда эксперт Сафонов сказал о Гаврииле Державине, провозгласившем «я раб, я царь, я червь, я бог» Эксперт не чувствует иронии автора, который говорит про сумасшедший дом в шестой палате Аллюзия на Чеховскую палату номер шесть В котором он был бы Гитлером Отсутствие этого чувства иронии показывает, насколько эксперт далек от своей профессии Эксперт пишет, что поэт делает отсылку Гитлера как к образцу для подражания Где аргументы, где анализ, где цитаты, подкрепляющие этот домысел Ничего нет у эксперта, чего не хватишься, того и нет У эксперта мировые кагалы – это евреи У поэта – это центр мирового зла У эксперта образ евреев, драпающих до Урала – это некое оскорбление А что у поэта? Когда евреи драпали за Урал Есть ли здесь какой-то намек на историческую подоплеку? Эксперт считает, что здесь нечто связанное с Третьим Рейхом и массовым уничтожением евреев Какими словами это выражено? Эксперт никаких слов не приводит и не приводит никакого анализа Может быть, он знает, что евреи драпали до Урала во время Великой Отечественной войны? Но откуда об этом знать поэту Боголюбову и его читателям? Откуда им знать, какие расшифровки придут в голову эксперту Сафоновой? Да взойдет зарей Холокост Это оказывается о евреях Куда ни глянь у экспертов, всюду евреи Евреи чудятся при восходе солнца, которого поэт ассоциируется со всесожжением С той же убедительностью эксперт рассуждает о страшном призыве поэта «Врагов твоей нации, русский убей» Видимо, эксперт не знает, для чего государство содержит ядерные арсеналы, тяжелые вооружения, миллионы единиц стрелкового оружия Видимо, эксперт под нацией подразумевает не политическое единство, а этническое Что противоречит общеизвестному смыслу Достаточно напомнить о существовании ООН, Организации Объединенных Наций Чтобы понять, что эксперт не владеет темой, которую он смеет касаться Также эксперт вторгается в анализ изображений к текстам, не изучая связи изображений с текстами и не приводя в экспертизе сами изображения Поэтому невозможно понять, о чем он сообщает, какие смыслы и в каких картинках увидел Эксперт пишет о приветственном жесте, что он имеет в виду и как этот жест соотносится с пропагандой нацизма и фашизма Остается в экспертизе совершенно непонятным Невежественные эксперты выражены также в куцей фразе о том, что в произведениях Боголюбова Героизируется, прославляется, тем самым оправдывается действия лидеров белого движения Краснова и Шкуро, сотрудничавших с нацистами во время Великой Отечественной войны Лингвист Сафонова, видимо, не знает, что Краснов и Шкуро прославлены как воины Первой мировой войны Все, что может процитировать эксперт, это светлая память от автора Краснова и Шкуро Глупость про сотрудничество с Гитлером изобличает автор экспертизы в глубоком невежестве Одно дело предательство, другое дело служба в вермахте Даже в послевоенный период служба в вермахте не считалась преступлением Лишь нацистское государство и госструктуры, но не армия, были признаны международным судом преступными Информация о том, совершили ли Краснов и Шкуро военные преступления, остается открытой, поскольку материалы их дел до сих пор засекречены А произвольные расправы над участниками Гражданской войны были в послевоенный период делом обычным Смотри историю с расправой над казачеством в городе Лиенц Я между делом занимался этим вопросом, отправлял запросы в ФСБ по поводу дела Краснова и дела Шкуро Мне было даже в депутатском статусе отказано с ними ознакомиться Потому что по законам о реабилитации жертв политических репрессий Доступ к этим делам имеют только родственники А я доступа к этим делам не имею Соответственно, они находятся на секретном хранении И мы не знаем, были ли какие-то преступления Что вообще могли сталинские прокуроры приписать Краснову и Шкуро? Я думаю, что никакого честного и открытого процесса тогда быть просто не могло Он, кстати, был закрытым, ничего не публиковалось Тогда только по поводу генерала Семенова Который вообще жил в Китае и никакого отношения, естественно, к Гитлеру не имел Действительно, были подробные публикации отчетов о публичном процессе А Краснов и Шкуро были осуждены тайно, повешены Потом их тела сожжены и пепел развеян Вот такое было судопроизводство в Сталинской России Или в Сталинском Советском Союзе Поэтому какие там были преступления Что значит сотрудничал с Гитлером Это непонятно до сих пор многим А уж эксперт не знает об этом ровным счетом ничего А то, может быть, нам надо было писать Что генерал Гудериан сотрудничал с Гитлером Это будет просто ужасно Или там, не знаю, какой-нибудь Манштейн сотрудничал с Гитлером Это страшное преступление Разницы между Красновым и Шкурой И там Гудерианом и каким-то Роммелем Ровным счетом не существует Те и другие служили в армии Больше не... вот сходства здесь полные Ни те, ни другие не предавали, никого не переходили на сторону врага Да, они были на стороне враждебной нам армии Но какие преступления они совершали? Скажите, какие, если знаете А если не знаете, тогда, мадам-эксперт, лучше помалкивайте А коль скоро вы не помалкиваете То тогда понятно, что из вас лезет определенная фобия Фобия в отношении Николая Боголюбова И в отношении вообще всех русских людей Которые осознают себя русскими Беспомощность экспертных усилий лингвиста Сафоновой Совершенно очевидна Ни единого доказательства в пользу своих доводов Она не привела Зато продемонстрировала неспособность к лингвистическому анализу Сложного смыслового текста Соотнесенного с религиозным мировоззрением И разными периодами отечественной истории Анализ эксперта-психолога Лещевой Не демонстрирует каких-то специфических признаков Или методик психологической науки Это тот же лингвистический анализ С теми же стандартными несуразицами И произвольными интерпретациями Психолог Лещевой демонстрирует полное непонимание Стоящих перед ней задач уже при анализе предисловия Кузнецова Когда Кузнецов говорит, что поэзия Боголюбова экстремистская Разжигающая ненависть и вражду То он имеет в виду вовсе не то, о чем думает эксперт Эксперту должно быть ясно, что по российскому законодательству Может преследоваться только экстремизм, определенный в законе Как и разжигание ненависти и вражды к различным группам Религиозным, национальным и так далее В данном случае речь идет о поэзии О поэтическом экстремизме Разжигании ненависти и вражды ко всякой лжи Эксперт же радуется явке с повинной, чтобы выдать желаемое за действительное Кузнецов прямо пишет о последнем и окончательном ответе Что и называет экстремизмом Эксперт же толкует все это как признание в экстремизме по российскому законодательству Эксперт замечает, что поэт апеллирует к значимым для читателя, разумеется, понимающего читателя А не непонимающего эксперта Чувствам и ценностям, в основном религиозным Но это не влечет за собой здравого подхода к поэтическим текстам и обращению к религиозным смыслам поэзии Николая Боголюбова в целом В остальном же эксперт просто пересказывает своими словами лингвистический анализ Сафоновой Используя те же цитаты и группы цитаты И даже копируя целые фразы, взятые у лингвиста Единственное новшество в экспертной фантазии заключено В таких словах, в стихотворных текстах Боголюбова отражена гиперидентичная позиция автора Он относит себя к русским, в соответствии с которым отношение к человеку зависит не от его личных качеств А от его принадлежности к расу и национальной религиозной группе В результате в качестве виновных в негативном положении дел в России выступают не отдельные представители евреев и иудеев А вся группа в целом Откуда это следует? Ниоткуда это не доказывается А русский, оказывается, Боголюбов гиперидентичная позиция Он соотносит себя с русскими, как он только посмел Оказывается, русский – это принадлежность к расе и национальной религиозной группе Полный бред Разбор абсурдности этой фразы занял бы много места Придется ограничиться лишь замечанием, что эксперт совершенно не в курсе того, что такое раса, нация, религия, иудаизм, евреи Ни одного подтверждения столь залихватского вывода эксперта Лещевой не наблюдается Как и доказательство того, что группа евреи и иудеи существует и имеет какие-то признаки, выявляющие ее среди других людей Также эксперт, применяя странное слово «гиперидентичная позиция», видит что-то негативное в том, что поэт относит себя к русским Русская идентичность – вполне понятный и нейтральный термин А вот откуда «гипер» и что это выражает, видимо, понятно только одному эксперту Синтезирующая часть экспертизы у Сафоновой Лещевой Фальсифицировано, никакого психолого-лингвистического синтеза не наблюдается Его просто не из чего составить Оба эксперта полностью профанировали собственные профессиональные навыки Выводы ничем не обоснованы и сфабрикованы по той же методике перенесения готовых предложений в заключительный раздел экспертизы Что в экспертизах других авторов по данному делу Третья экспертиза – экспертиза книги «Генерал Петр Краснов. Воин Святой Руси» Экспертная пара «Бережная Петрова» действовали в отношении текста данной книги Которая содержит очень незначительный поэтический материал по тем же методикам Что были использованы другими экспертами в отношении поэтических текстов Что свидетельствует об отсутствии у экспертов настройки на определенный тип текста Об их неспособности отличить поэтическую декларацию от других типов текста Все произведения поэта Боголюбова расследуются экспертами Именно как прямая недосмысленная декларация о мысли, лишенной всякого иносказания Всякой образности, всякой загадки, присущей поэтическому творчеству С позволения сказать, экспертиза начинается с приговора Петру Краснову Одному из наиболее ярких персонажей русской истории XX века О котором Бережной Петровой известно только одно Он сотрудничал с Третьим Рейхом Причем, как пишут эксперты, во время Второй мировой войны Будучи невежественными в области исторических знаний Эксперты не в состоянии понять, что в период Второй мировой войны С Третьим Рейхом успели посотрудничать главы практически всех европейских государств Включая Сталина, пакт Молотова-Риббентропа Не будем повторяться по поводу изысков насчет никогда не существовавшей группы евреи и иудеи Заметим лишь, что эксперт Петрова отнесла к этой группе известного палача Ульриха А также Троцкого, мечтавшего спалить Россию в мировой революции Таким образом, фиктивная группа, созданная воображением экспертов, действительно достойна презрения Судя по огромным фрагментам перекрестных цитирований всех четырех экспертиз Мы можем судить о том, что эксперт Петрова выражает общее мнение о том, кто входит в состав группы евреи и иудеи Коль скоро это Ульрих с Троцким и подобные им лица Да еще снабженные коммунистической идеологией, за которую экспертам почему-то очень обидно Когда поэт Боголюбов проклинает жидобольшевизм, эксперт Петрова прямо отождествляет коммунизм и жидобольшевизм То мы видим очевидную ассоциацию экспертов именно с этой группой Ограждение ее от уничижительных характеристик, преследование Боголюбова за эти характеристики А вовсе не анализ произведений поэта и ответы на вопросы следователя, как мы видим, является задачей экспертов И эксперт Петрова позволяет нам это понять Эксперт Петрова беззастенчиво искажает позицию автора, даже когда она выражена прямым текстом Когда слово «жиды» он объявляет отнесенным к врагам Христа и видит таковых в том числе среди русских Даже после цитирования этих слов автор, эксперт Петрова объявляет, что речь все равно идет о евреях То есть для эксперта Петрова и русский, ставший врагом Христа, становится евреем Такой оборот мысли является для лингвиста весьма примечательным Показывает глубину его невежества в вопросах этнологий Как лингвист Петрова совершенно несостоятельна, поскольку не умеет отличить однокоренные слова, различные по значению Евреи и еврейство Если автор цитирует слова Петра Краснова, который объявляет врагами России еврейство и большевизм То исследование данной цитаты предполагает знание контекста, а также исторической обстановки В которой соответствующие слова были сказаны Эксперт все это игнорирует, не вдаваясь в исторический экскурс, мы должны лишь заметить, что евреи и еврейство разные сущности Тем более в период, когда Петр Краснов высказывался насчет еврейства и большевизма Болезненность реакции эксперта Петрова и других экспертов на тексты Боголюбова выражается в том, что вообще любое высказывание выдается за оскорбление евреев Даже когда речь идет о Хазарском Каганате или когда Советскую Республику автор называет советской иудеей Даже когда речь идет о судьбе советского народа, который, по мнению автора, был уничтожен Все равно эксперт полагает, что речь идет о евреях Получается, что эксперт отождествляет советский народ и евреев, что является еще одним подтверждением нелепости всей экспертизы Когда автор перечисляет имена палачей, Бланков, Цендерблюмов, Абфельбаумов, Шварцев, Землячек, Коганов Эксперт полагает, что речь идет опять о всех евреях Таким образом, эксперт считает, что евреи имеют что-то общее с упомянутыми фамилиями и прямо ответственные за массовые казни и жестокие расправы над всеми противниками большевизма Таким образом, эксперт недовусмысленно проявляет свою политическую позицию в защиту большевизма, коммунизма, терроризма Не мудрено, что эксперту Петровой очень не нравится книга Николая Боголюбова, которая занимает пусть и не бесспорную, но прямо противоположную позицию Эксперт, ослепленный своим разумом возмущенным, не различает, когда Боголюбов излагает свои взгляды, а когда взгляды Петра Краснова Все свалено в одну кучу, и ее разбор занятий неблагодарные, подходящие скорее для специалиста по филеетонам Невежество эксперта в вопросах истории просто чудовищное Эксперт прямо отождествляет рисунок свастики на обоих в Ипатевском доме, где казнили царя, его семью и слуг нацистской Эксперт не вдомек, что в 1918 году такого явления, как нацизм, еще не существовало Все доводы Петровой разваливаются, как только отменяется Введенное ей тождество жиды равно евреи и коммунисты, равно евреи и большевики, равно евреи и террористы, равно евреи Текст эксперта-психолога Бережной ничем не отличается по уровню аргументации, пониманию исторического контекста от текста других экспертов, в том числе лингвиста Петровой Чье невежество в целом высветило несостоятельность всей группы экспертов, причастных к фабрикации вздорных выводов по поводу творчества Николая Боголюбова Никаких психологических знаний, методик и даже терминов эксперт Бережная не применяет, фактически дублируя своими словами написанное лингвистом Петровой Перенося в свою экспертизу целые фразы из экспертизы Петровой Как и другие эксперты, Бережная не утруждается аргументацией, приводя цитаты из книги Боголюбова и тут же вынося по ним приговор При таком подходе невозможно дать экспертизе никакой другой оценки, кроме уничижительной Это не экспертиза, а фальсификация Анализ приговоров Бережной по вырванным из контекста фрагментам книги Боголюбова можно проводить детально, но это заняло бы слишком много времени Но поскольку степень нелепости этих приговоров всюду одинаковы, мы можем обобщать Ни один из них не доказан, ни один из них не основан на понимании исторического контекста, ни один из них не разделяет автора книги ее главного героя Политизированный характер экспертизы Бережной, очевиден, ее отождествления совпадают с отождествлениями эксперта-лингвиста Петровой Это означает, в экспертизе Бережной нет ни одного доказанного вывода и даже попытки что-то доказывать Все без исключения суждения Бережной являются произвольными, основанными лишь на ее заблуждениях и ставшими следствием ее невежества в вопросах истории Никакого синтеза в синтезирующей части экспертизы, разумеется, нет Она сфабрикована так же, как и у других экспертов Путем перенесения отдельных предложений из предшествующих экспертиз Тоже касается и выводов, которые ничем не подкреплены, являются плодом воображения лиц, ошибочно определенных как квалифицированные специалисты, способные составить научно обоснованные экспертизы Ну и, наконец, последнее Уже тяжело, конечно, все это дело и слушать, и диктовать Все это рассказывать Экспертиза книги «Русский огонь» Пара экспертов Сапунова-Сафонова ничем не отличается от других подобных пар, задействованных в квалификации экспертиз по книгам Николая Боголюбова Тем более, что в этой паре вновь присутствует эксперт Сафонова по формальным признакам, имеющий наибольший опыт работы по специальности Впрочем, этот опыт, как мы уже видели в экспертизе по другой книге, не позволяет сказать что-либо внятное при формулировке ответов на вопрос исследователя Как и в других экспертизах Пара Сапунова-Сафонова, голословно утверждают, что книга «Русский огонь» представляет собой единый информационный законченный продукт целенаправленной деятельности Боголюбова Если даже это было бы доказано экспертами, то почему же тогда разные книги авторы оценивают как законченные продукты одними и теми же словами? Эксперты своими необоснованными заявлениями просто скрывают отсутствие с их стороны какой-либо аналитической работы над текстами Чтобы доказать их целостность и законченность, нужно провести большой объем исследований, который подтвердил бы логическую связанность множества стихотворных произведений, включенных в одну книгу В любом случае, каждая целостность в реальном творчестве является неполной степень этой неполноты, экспертами не выявлялось, что означает, что суждение о целостности и законченности взят с потолка Эксперт Сафонова совершенно превратно толкует книгу Боголюбова уже с первых строк предисловия, где автор пишет горестные строки о состоянии России, мучениях русского народа, о необходимости очищения мировоззрения Автор провозглашает горе отступникам и еретикам, отступникам, непротивленцам, безбожникам, выродкам, вышедшим из русского рода Им будет хуже, чем природным сатанистам-жедам Эксперт тут же делает вывод о врагах И к перечисленным врагам приплюсовывает большевиков-коммунистов, хотя в цитированных фрагментах о них не говорится Это вновь подтверждает идеологическую заданность подхода эксперта и его решимость расправиться с Боголюбовым как со своим идейным врагом Разумеется, и в данном случае жиды оцениваются экспертом как евреи, хотя никаких оснований для такого отождествления нет Вторая идентификация эксперта – религиозная Воспринимая все негативные характеристики жидов, отнесенными к несуществующей группе евреев и иудеев Эксперт-лингвист Сафонова обнаруживает свою привязанность к иудаизму, однозначной трактовкой слова «мошиах» Написание автора, как и ряда православных интеллектуалов, «мошиах» Исключительно в рамках иудаизма Между тем, в православной традиции под Мошиахом понимается исключительно иудейский мессия, антихрист Христос для иудеев не может быть мессией, а потому они ожидают пришествия не Христа, и это радикальное противоречие с христианской догматикой Если вместо мессии приходит его подобие, то такое явление может восприниматься православными только как пришествие антихриста И о таком пришествии говорит апокалипсис Проблематика отождествления мошиаха с антихристом является предметом сложных богословских дискуссий Для нас же важно лишь одно, эксперт Сафонова, дав исключительно одностороннюю трактовку слова «мошиах», исключила из своего рассмотрения православное понимание этого слова, включая также и версию о том, что речь идет об антихристе Такое исключение, судя по экспертизам Сафоновой, нельзя считать случайным, оно лишь наиболее ярко демонстрирует подход эксперта, сопряженный с ненавистью к православным взглядам Николая Боголюбова Аналогичным образом можно оценить и понимание экспертам слова «пурим» только как религиозно праздника иудеев Историческая подоплека установления этого праздника эксперту либо неизвестна, либо сознательно им исключается Между тем, пурим – это праздник, учрежденный после массовых убийств, позволивших иудеям спастись от предполагаемых преследований Жертвами иудеев стали около 76 тысяч человек Победа для одних в тот же день является ужасным преступлением для других Исключение столь серьезных расхождений в отношении праздника пурим является для экспертизы вполне симптоматичным Ослепленность ненавистью к своему идеологическому и религиозному оппоненту, которую увидел в Николая Боголюбова и эксперт Сафонова Приводит ее к совершенно линейному восприятию текстов поэта как прямых деклараций Это совершенно не подходит к самому литературному жанру, это не партийные программы, не партийные или государственные гимны Эксперт забывает об этом, стараясь поставить каждый лык в строку фактически фальсифицируя При этом экспертизу произвольными суждениями и отождествлениями, которые в приводимых цитатах не прослеживаются Прежде всего в поэтических декларациях можно лишь предполагать, что поэт всегда равен какой-то определенной позиции и прямо ее декларирует Но это еще надо доказать, а таких доказательств у эксперта нет Есть только оценочные суждения в адрес автора, не более того Все раздражает эксперта, слово белый, раса, арийский, вермахт, русский, Гитлер Эксперт не вникает в образный ряд стихотворений, а лишь выписывает те слова и словосочетания, которые его раздражают И снабжает все это ярлыками Тут ненависть евреям и иудеям, тут героизация нацизма, тут призывы к физическому уничтожению евреев и так далее Без какой-либо цитаты эксперт утверждает, что Боголюбов позитивно относится к Гитлеру и горюет о победе над фашизмом Фантазию вводит эксперта все дальше и дальше от непонятных, но ненавистных ему текстов поэта Ни один тезис эксперта не подтвержден какой-либо аргументацией Он полагает, что строки поэтических сочинений Николая Боголюбова говорят сами за себя В этом случае и строки эксперта также говорят сами за себя О полной профессиональной несостоятельности эксперта Сафоновой Эксперт Сапунова и другие эксперты видят в самоидентификации Боголюбова как русского православного человека Некую базу не только для противопоставления каким-то этническим и религиозным группам Но и дискорритирующий автор момент, поскольку эксперту кажется, что любая идентификация означает вражду И даже не просто вражду, вражда может быть объективным, сложившимся условием жизни А возбуждение вражды, это конечно подтасовка, говорящая о крайне низком уровне экспертной квалификации Само наличие врагов в определении поэтом кого-то во враги с точки зрения эксперта Сапуновой Уже означает некое возбуждение, которое удобно зафиксирует, чтобы удовлетворить запросам следствия Чтобы не повторяться, следует отнести все наши оценки, которые даны остальным экспертам И к эксперту Сапуновой Она пользуется теми же бездоказательными штампами, не приводит никакой аргументации в пользу своих деклараций Превратно, в рамках своего усеченного и ангажерного понимания, трактует слова из поэтических сочинений Не вникая в образный ряд, представленный автором, не замечает исторического контекста, а досторонних трактует религиозный контекст В целом, эксперт проявляет отсутствие каких-либо профессиональных навыков даже в области психологии Не говоря уже о других областях знания, в которых он сугубо некомпетентен Столь же скучно и единообразно в данной экспертизе фабрикуются синтезирующие части, выводы, которые не имеют никакой связи с произведением Николая Боголюбова И, наконец, резюме Экспертные заключения, составленные сотрудниками ГБУ МИДС, полностью несостоятельны, ничтожны с точки зрения научной аргументации Свидетельствуют об отсутствии экспертов, специальных знаний, а также способности анализировать сложный смысловой и символический поэтический текст На этом я оканчиваю свою оценку экспертиз по книгам Николая Боголюбова И надеюсь, что в суде все-таки мы на месте судьи увидим человека хотя бы с какими-то крупицами совести Хотя это явление на сегодняшний день практически невозможное Я скорее предполагаю, что мы увидим там человека абсолютно равнодушного И мои усилия скорее направлены для того, чтобы вы, мои зрители, могли точно знать, как вот эти лица политические и религиозно ангажированные Преследуют русского поэта и как они используют его тексты для того, чтобы привлечь на свою сторону силу закона Который разворачивается в произвольную сторону в силу полной дисквалификации судебного корпуса И полного отсутствия среди судей вообще представления о целях своей профессии И отсутствия в судейском корпусе совестности, совестного поведения, совестного отношения к своему делу Я в этом убедился многократно и исключений практически не было В этом, конечно, печаль нашего существования Могу сказать точно, вот то, что я написал уже, то, что сейчас процитировал Это основа для того, чтобы привлекать всех этих так называемых экспертов За фальсификацию экспертизы к уголовному преследованию Если это не будет сделано сейчас, то обязательно это произойдет при изменении ситуации Я обещаю, что как только ситуация изменится В прокуратуру, в которой, конечно, будут сидеть другие кадры Поступит мое предложение провести исследование вот этой так называемой экспертной деятельности Всех перечисленных экспертов, их здесь 11 человек Плюс руководство бюджетного учреждения Московский исследовательский центр Вот все эти люди должны по уголовному закону понести наказание Как фальсификаторы, как организаторы политических репрессий То есть беззакония и нарушения конституционных прав граждан Вот это я обещаю Но пока, если граждане будут абсолютно равнодушны Как к преследованию нашего русского поэта Так и к той лжи, которая наполнила все государственные органы Которые на сегодня действуют в Российской Федерации Всю судебную правоохранительную систему Тогда не состоится этого момента изменения, кардинального изменения ситуации Когда в тюрьме будут сидеть вот эти фальшивые эксперты А поэт Боголюбов будет выступать по центральному телевидению Если мы все будем равнодушны к ныне сложившейся ситуации Она никогда не изменится И все закончится просто гибелью нашей страны И всех наших чаяний, всех наших надежд На какую-то достойную жизнь нашей страны, наших потомков И не будет не то что русской поэзии, не будет русского народа Если мы уступим подобным экспертам, подобным следователям И всей вот этой сатанинской, в полной мере сатанинской системе Мы должны ее уничтожить Да, мы должны расправиться с этой системой Прежде всего совершить очень масштабную кадровую революцию Изгнать некомпетентных и антирусски настроенных лиц Которые у нас засидели всю эту правоохранительную систему И вот видите, экспертная русофобия развелась уже до того Что прямо создаются гнезда русофобии Вот я предупреждаю всех, кто работает в этом ГБУ МИЦ Что они находятся под угрозой будущего уголовного преследования Потому что, с моей точки зрения, они совершили уголовное преступление Конечно, сейчас не удастся это доказать И сейчас не то самое время, чтобы это доказывать Но обязательно это произойдет И если поэту Николаю Боголюбову уже ему испортили Ему подорвали его творческие силы вот этими полицейскими преследованиями Все должны ответить Все эти следователи, все, кто там обыски проводил Все, кто выносил постановление Все эти люди должны ответить Потому что целый год поэта Боголюбова прессуют И фактически вырывают его из творческого процесса Но должны ответить и те, кто помешает этому творческому процессу И в дальнейшем Я призываю к тому, чтобы поддержать Николая Боголюбова Всеми возможными силами Прийти на суд, выступить, если будет такая возможность Не дать его в обиду Не дать его в обиду Это покушение на русский народ И надо так это и воспринимать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok